Расследовали год, но безрезультатно. Сотрудники МВД приостановили работу над делом о рекордной краже из депозитария Альфа-Банка. В ноябре 2020-го в отделении по обслуживанию ВИП-клиентов опустили сразу несколько ячеек, но силовики оказались бессильны. Я думаю, что это хороший сигнал. Жую всех мастей, что так тоже можно. В данном государстве деньги хранить в банках просто-напросто нельзя. К таким неутешительным выводам потерпевшие пришли по итогам расследования резонансного преступления. На днях они получили из городского управления МВД документы о фактическом окончании работы правоохранителей над громким делом. Сообщаем вам, что предварительное следствие по уголовному делу приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Своих денег лишились сразу несколько клиентов Альфа-банка. Эксполицейский Вячеслав Певнев, адвокат Юрий Гольдберг и бизнесмен Игорь Макаров хранили в индивидуальных сейфах порядка 300 миллионов рублей в различной валюте. Но по некоторой информации наличка пропала и из других ячеек. Значит, есть еще пострадавшие. Согласно экспертизе, ящики с ценным содержимым вскрыли дубликатами ключей. Но кто это сделал, неясно. По фатальному совпадению, два дня в ВИП-отделении на улице Советской не работала система видеонаблюдения. Я могу сказать только одно, что банк соучастник этого преступления. Раз он мало того, что не берет на себя даже ответственность и не считает себя виновным, значит, он и есть виновный. Они понимают, что полная безнаказанность и полный картон. И никто им не указ, и никто им сделать ничего не может. За год полицейские никому так и не смогли предъявить обвинение. Многомиллионную кражу пытались повесить на заместителя руководителя пелиала Альфа-банка. Но в итоге все подозрения Салины Третьяковой сняли. Прокуратура признала ее задержание незаконным. Следователя сменили, но с мертвой точки дело так и не сдвинулось. Потерпевшие написали коллективное обращение в ЦБ. Служба по защите прав потребителей финансового регулятора ответила, что банк обязан контролировать целостность ячейки, но ответственность за сохранность ее содержимого не несет. Служба сожалеет о сложившейся ситуации. Однако возможность оказания содействия в ее разрешении не представляется возможной. Банк России не вправе вмешиваться в деятельность правоохранительных органов при осуществлении ими своих полномочий. По словам людей, потерявших свои накопления, новая следователь выходила в суд с ходатайствами о проведении арестов и обысков, но якобы получила отказ из-за отсутствия оснований. То, что эту ситуацию кто-то каким-то образом покрывает, это совершенно точно. А давать оценки следствию, с моей стороны дело неблагодарное, для этого есть прокуратура, которая надзирает. Это действительно очень серьезная вещь, причем не только для нас, как потерпевших, и для банка, который, похоже, вместе с частью клиентов потерял часть совести, если она вообще была.